Голливудские фильмы «Отдыхают» так в шутку о своей работе и боях с оккупационными войсками говорят воины-танкисты Сечеславской бригады десантно-штурмовых войск Украины. Солдаты танкового подразделения 25-й отдельной бригады рассказали нашим коллегам о своих горячих буднях, о выполнении боевых задач по уничтожению российских войск, их бронетехники и военных объектов. Давайте послушаем. Заводили людей ночью. Была задача завести людей на одну позицию, забрать оттуда раненых и кто там стоял, заменить. Если первый экипаж нормально завел, спокойно, то наш экипаж зашел с фейерверками и концертами. Первую группу из шести человек уничтожили из пулемета. Говорят, тут по селу гоняют два танка. Началась охота за ними. Экипаж. Пошел адреналин. Они после ночного мини-рейда вошли в Кураж. Поднялись на гору, постояли минут 20. И тут в прицел выезжает БМП. Я думал, наша, пока он не повернулся бортом. Смотрю, такая лента георгиевская, она не звезда. Думаю, да не, друг. Работать ты больше не будешь. Ну аж башня вылетела. Было видно, как хорошо полетела. Постоянно мы их кошмарили. Они не могли понять. Они только на одно место навелись, мы уже с другой стороны. Я никогда не думаю, что одна особа в танке имеет какое-то преимущество. То есть командиры, наводчик и механик-водитель – это одно целое. Особенно во время боя. То есть надо понимать, как действовать. Не ездить по одной линии во время обстрела. Не выезжать на открытые местности, как, допустим, чистое поле. То есть искать какие-то вкладки местности. Или использовать. Ну вот сейчас зеленка буйствует. Попали мы к ГСМ-складу их. Это было фееричное фаер-шоу. Там были такие взрывы, очень красиво. Этим можно любоваться днями, ночами, сутками. Это было просто огонь. Огонь. Просто огонь.